Итак, мы продолжаем читать вместе эту книгу нашего учителя «Чтобы ты остался евреем». И фантастические истории, как он делал, чтобы его дети и дети соблюдающих евреев не нарушали субботу. А в Советском Союзе в субботу надо было идти в школу. Как он маленьких детей устраивал в вечернюю школу милиции и так далее к этому великому праведнику Аксакалову. Голь на выдумки хитра. Я старался не всех определять к Аксакалову. Была еще одна школа рабочей молодежи с выходным днем в субботу. Но директором там был еврей, который не соблюдал субботу. А таких людей надо особенно остерегаться. Как они любят бороться с предрассудками. Он знаете, какой был? Он позвонил на работу одной из ученик своей школы и предупредил. Наступает еврейский праздник. Увидите, она на работу не придет. Учтите это обстоятельство. Вот такой он был еврей. Но при нем был зауч, русский человек Виктор Сергеевич. Любил выпить. И за три пол-литры такса за одного ученика с ним можно было договориться. Что я и делал. Но только в отсутствии этого директора еврея. И вот наступил август. Время отпусков. Пора устраивать детей в школу. А директор в отпуск не уходит. Денег жалеет. Сидит в школе. Учебный год на носу. А я еще ничего не сделал. Я узнал, что в инструкции Министерства просвещения есть пункт, по которому директор до начала года должен на две-три недели уйти в отпуск. И тут я решился. Я набрал телефон школы и говорю строгим голосом. Школа такая-то? Да. Кто, говорю, вам позволил нарушать инструкции Министерства просвещения? По закону директор должен отдыхать столько-то, столько-то дней. А до нас дошли сведения, что директор продолжает работать и находится в школе. Они спрашивают, кто я такой? А я сердито бросаю трубку. Когда он пришел на работу, ему сказали, звонили из Министерства, не устраивая нам неприятностей, уходи отдыхать. И он ушел в отпуск. И тут я всех записал в школу. В одной еврейской семье в нашей общине отец был верующим, а мать не очень. Муж и жена ссорились и даже хотели разойтись. А раз между родителями отношения плохие, то и с детьми появляются проблемы. Вдруг перед началом учебного года эта женщина, жена этого верующего еврея, заявляет, что она согласна отдать детей в вечернюю школу, чтобы они не нарушали субботу и не писали. Ну, и вручила мне все документы, свидетельство о рождении, табели с первого по восьмой класс и предупредила. Если их не примут, я должен вернуть документы немедленно, чтобы дети могли пойти в прежнюю школу. Она очень серьезно относится к образованию детей. А был как раз канун, рож, ходыш, и люль. Это последний месяц года. И этот месяц, когда мир готовится, чтобы пристать на суд перед Творцом мира. И весь этот месяц евреи готовятся к суду. Ну, в этот день, читает особенный Теилим, ну, я решил устроить это дело по-быстрому. Сел в такси, помчался в школу. Вбегаю, повезло. Директора нет, этот зауч на месте. Спешу передать ему документы. Бум. Документов нет. У меня в глазах потемнело. Пытаюсь уговорить его принять ребят без документов, но на это он не соглашается. Ну, что делать? Пойти сказать этой матери, что я потерял документы, потерял бумаги. Они тяжелые люди. Выхожу на улицу, стою, думаю. Пора молиться Минху. Время уходит. Надо бежать домой. А я прямо не могу сойти с места. Ну, куда мне идти? И тут я начал молиться. Рибуноши люлам. Ты же знаешь, я делаю это не ради почета, не ради прославления моих родителей. Я просто хотел, чтобы еврейские дети не нарушали субботу. Помоги. Так я простоял полчаса. Это при моей-то спешке. И вдруг останавливается возле меня такси, и водитель машет мне рукой. Я подхожу. Он говорит, это ваши документы? Я говорю, да, да. Он протягивает мне бумаги. Видно, я положил их на сиденье, и там и оставил. Уйди я на минуту раньше, он бы меня никогда не нашел. Были в Ташкенте две девочки, которые вообще никогда не учились в школе. И вот понадобилось устраивать их в седьмой класс. И я записал их в ту же вечернюю школу. Мне достали чистые бланки из какого-то пригорода Москвы. Я их заполнил, сделал все, что требуется, и девочек приняли. Но они оказались слабоваты в русской литературе. Это же естественно, они никогда это не учили. И вот учительница русского языка и литературы привела их к директору и говорит, что-то они слишком слабые. Где вы учились раньше? А когда я их устраивал, я назвал 43-ю школу города Ташкент. Ну, директор позвонил туда. Тот самый директор, еврей, который преследовал предрассудки. Девочки обмерли со страху. Но, к счастью, телефон не ответил. И это всех спасло. Положение было напряженное всегда. И вот сейчас я расскажу вам. Старшая дочка Равыцкака, Сара, кончала школу. Моя старшая дочка Сара тоже училась в школе. И в ее классе занимались еще две еврейские девочки. Выпускной письменный экзамен по математике был назначен на 30 мая 64-го года. И как раз суббота. Ну, эти три ученицы, моя дочка и две ее подруги, не могли писать субботу. Но такое не останется незамеченной этой государственной комиссией. Я решил, пусть хотя бы одной не пишущей ученицы будет меньше. Я пошел с Сарой больницы к моему знакомому врачу. Он наложил на ее ногу повязку и дал справку о переломе. И я отправил дочку на такси домой. А сам пошел на работу. Возвращаюсь вечером с работы навстречу, и бежит мне мой сын, Бенчик. «Папа, папа, ты слышал, Сара ногу сломала!» Мы вынуждены были скрывать даже это от наших младших детей. Мы боялись, чтобы они не проговорились. В субботу к Саре приехали на такси ее нееврейские одноклассницы. «Сара, садись, поедем, ты пропустишь экзамен!» А Сара отказалась. «Я не могу, у меня очень болит нога!» Ну, с Сарой уладим. Остаются еще две эти девушки, еврейки, ее одноклассницы. Как их выручить? А учителем математики и председателем правкома в этой школе был Давид Моисеевич Хавкин. Очень хороший еврей. Он тайком даже ходил с нами молиться. А сколько бланков для фальшивых справок об окончании шести-семи классов он для меня раздобыл. И вот Давид Моисеевич спрашивает, «Как ты сделаешь, чтобы они в субботу не писали, а экзамен должен проходить с девяти до трех?» Ну, как-нибудь выкрутимся. «Сделаем?» – отвечаю. «Поговорить с заучим. Может быть, вот этот выпускной экзамен можно организовать в две смены и для каждой получить свое задание. Одни ученики сдают утром с девяти до трех, а другие – с шести до двенадцати вечера. Намекни заучи, что я в водке не пожалею». Ну, с заучим договорились. В Ташкенте солнце заходит в девять вечера, а писать можно лишь когда стемнеет. Значит, на экзамен этим девочкам остается меньше трех часов. Но самое главное, там будет вертеться директор, этот самый еврей, и зауч, и наблюдать за экзаменующимися. Три часа не писать у них на глазах невозможно. И я попросил Давида Моисеевича, учителя математики, чтобы он пришел к шести часам утра и заморочил начальству голову своими профсоюзными делами. Что он и сделал. Во время экзамена он пригласил директор во двор и до девяти вечера прогуливался с ним вокруг школы, ведя деловые разговоры про дела профсоюзов. Но была еще одна проблема. Экзаменационные листы и ручки. Ну, ручку в субботу на экзамен не принесешь. Во-первых, это мукца. Вы знаете, то, что вне рамок субботы, то, что постановили мудрецы, что нельзя даже сдвинуть с места ручку. Дотронуться можно, но сдвинуть с места нельзя. Это постановление мудрецов. Почему? Потому что если человек возьмет ручку в субботу, он забудется и напишет две буквы. А если человек пишет две буквы, он хотел написать слово «папа», «аба», а написал только две буквы «алейф и бет». И тогда получилось «аб». «Ав» – это отец, это уже слово, и это полное нарушение субботы. Поэтому мудрецы постановили мукце, микаце – это вещи, до которых мы запрет сдвигать, но мы стараемся и не дотрагиваться. Они вне границ субботы. Так вот, ручку не пронесешь этим девочкам. Дальше. На территории нету Ирува. А что такое Ирув? Ирув – это то, что сделал постановление царя Шлома, чтобы общее место, где пользуются многие, стало одним местом, как бы частным владением, в котором можно переносить то, что можно в субботу переносить, но есть запрет выносить из личного владения в общее, из общего в личное. Так вот, там Ирува не было, и переносить это нельзя. Но как использовать, и как, когда начинается экзамен? На этих экзаменационных листах нужно написать свою фамилию, но только в девять закоет солнце, только после девяти можно что-то писать. Так вот, то, что сделал Рабыцкак. Он раздобыл заранее эти листы, девочки написали на них свои фамилии, и в пятницу утром до захода солнца я положил эти листы и ручки в школьную печку. Это было лето, печка не использовалась. И когда они их достали из печки, это, я не помню, но это уже было разрешено. Главное, что девочки успели написать решение своих задач, экзаменационный лист, решить все после девяти и до двенадцати. И выполнили все задание, и получили хорошие оценки. А моя дочка Сара, когда она выздоровела, она сдала этот экзамен. Это одно из изобретений Рабыцкак. Часто он рассказывал, сколько лет он преподавал в школе. В простой школе. Сначала это было в Казани, а в Ташкенте он уже не хотел подводить никого, когда он бежал из Казани. И он рассказывал, как он делал. Заранее он проставлял оценки в классном журнале. В субботу он вызывал только неевреев к доске. И если один не мог, решил задачу. Он вызывал другого, чтобы тот ему помог. И он немножко подсказывал ему, но сам не писал. И как назло он рассказывал. Рабыцкак на эти уроки по субботам приходили комиссии из Горуно. Но они все отвечали активность, участие всего класса. А потом он показывал журнал. Этот ответил на все. Получил пятерку. Этот что-то не знал. Он завышал оценки. И все говорили, что какой замечательный учитель. И как он использует активность класса. А Рабыцкак про себя говорил. Это невозможно. У меня горячий характер. Если бы я увидел ошибку, я бы тут же подскочил к доске. Тук-тук-тук-тук-тук. Все бы написал. А в субботу мне нельзя. Поэтому я вызывал одного, другого. Исправляли. Помогали. Так он выкручивался всю жизнь. И вот эта молитва, творец, я делаю не ради своей славы. И ради славы своих родителей. Это то, что в свое время сказал Рабан Гамлиэль. Когда был отключен Элиезер, великий сын Улл-Уркинеса. Потому что у него было одно мнение, а у всех мудрецов другое. И его отлучили. И когда началась буря, и корабль, который плыл по морю, на котором находился Рабан Гамлиэль, он воскликнул и сказал перед творцом, творец мира, я это сделал не ради своего почета, не ради почета моих родителей, а только ради тебя. Это то, что вспомнил Ирабыцкак. И это то, о чем он просил. Я же только хочу, чтобы эти девушки, подростки, не нарушали субботу. Я делаю это ради тебя, творец, помоги. И так же, как в случае с Рабаном Гамлиэлем, море утихло, так и с Рабыцкаком. Этот таксист вернулся. И Рабыцкак, который обычно в течение получаса уже мог бы быть в десяти местах, он стоял и ждал. И творец ему помог. Когда у меня были тяжелые вопросы, и я спрашивал у Рабыцкака, что делать, он говорил, выкрутиться, выкрутиться. Как выкрутиться? Выкрутиться. Это значит, что он полностью полагался на творца. И чудесным образом все выкручивалось. Это то, что мы читаем уроки, как еврей и близкие к нему люди там, в этой стране победившего атеизма выкручивались и делали только во имя Творца. Субтитры создавал DimaTorzok